Здесь, в небольшом спортзале на улице Краснополянской, закаляется бойцовский характер и создается чемпионский стиль. Этого парня хулиганы обходят стороной. Кошмар соперников. Максим Чеплыгин. Его стиль – горючая смесь взрывчатого вещества в кулаках и мощи самоходной машины. Максиму я уже там среди своих уже дал кличку «бульдозер». То есть он идет вперед, ни шагу назад и ломает стиль соперников. На турнире Курянин провел четыре поединка. Первый против боксера из Московской области оказался самым сложным. В первом бою трудности были из-за того, что он тоже, как я, идет вперед и тоже ломает соперника. Я начал в первом раунде работать первым номером, а во втором уже начал вторым номером работать и проваливаться. На пути к финалу Курянин перемолол еще двух соперников. В чемпионском поединке нашему боксеру противостоял спортсмен из Северной столицы. Интрига развеялась уже на старте боя. В первом раунде я уже чувствовал, что соперник темп не вывозит и уже труднее ему дышать было. Но я понимал, что я выиграю и уже особо не было никаких трудностей после первого раунда. Максим все выполнял, весь план на бой выполнял, как я ему говорил, он все выполнил на отлично. Итог, первое место. Наш земляк не только завоевал золото турнира, но и вошел в состав юношеской сборной страны. За громкими победами стоит тяжелый и самоотверженный труд. Я в 6 утра приходил сюда в зал с ребятами. Мы на протяжении двух месяцев встречали рассвет в этом зале. Они тренировались перед школой. Со школы они приходили. У нас был стадион. Вечером основная тренировка была опять в спортзале. По три тренировки в день они занимались. Впереди у Максима тренировочный лагерь вместе с остальными представителями национальной сборной. Станислав Костиков, Антон Латышев. События дня.